Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Гомельская Корректор А.Кулакова 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 сопоставима с летним периодом. Что день на курортах Гомельской в области распроцовываются и укороняются новые разностайные методы оздоровления. Увага акцентуется на выкористании природного потенциала Республики Беларусь, а миновито на лечении природными ресурсами. Говоря о привлекательности наших санаторно-курортных организаций, следует отметить, что во всех наших санаторно-курортных организациях, в санаториях для взрослых и детей, имеются природные лечебные факторы. Используются природные грязи, как наши белорусские, так и иностранные приобретаются. И вот использование природных лечебных факторов, доброжелательность, гостеприимность персонала, надлежащие условия пребывания являются тем фактором, который привлекает туристов. У рамках визиту працовная группа наведала один санаторий у Речицкого района. Комиссия оценила стан материально-техничной базы, комфортабельность жилых номеров и спектр послуг, лечебный массаж, якость харчевания, водогрази-лечебницу и криосауну. Камеру с температурой от минус 60 до минус 120 градусов. С кожным годом колькость процедур в установе повеличивается. Из новинок в 2024 году хочется отметить приобретение нового высокоинтенсивного лазера БТЛ-6000, а кроме того появление нового оборудования в нашем спа-центре. Это приобретение комиссажного кресла Рихтер-Эксперт, кушетки для псамотерапии, индивидуальной соляной капсулы Релакс-Офт. Усягон на территории Гомельской области функционует 16 санаторно-курортных организаций, 9 санаториев, 6 детячих реабилитаций на оздоровленных центрах, 1 студентский профилакторий и 2 оздоровленные базы от подчинка. Данил Дробатов, Сергей Желенко, телерадиокомпания Гомель. Могчимость докрануться до природы. Сегодня означается Международный день туризма. Одним из перспективных и прибытковых направлений лечится экологичный туризм. Про то, что может пропоновать экотуризм Беларуси, доведулася у Владислава Голобокина. Сплав ПРЦ, экологичные стежки, рыбалка. У заказнику смычок Жлобинского района уже в другой раз проходит фестиваль Дняпровский сом. Анатолий Квакуха уже его постоянный удельник. В минулом году он занял другое место. Все лета так само улику призеров. Огульная вага его улову склала амаль три килограмма. Пришлось постараться, конечно, это самое, как бы, я поставил на красноперку, на другую рыбу я просто это самое не пошел. И рыба здесь есть, и хорошие щуки, и окуня много, плотвы, красноперки вообще очень много. Маст хэвом этого года для Жлобинского района стал сплав на байдарках. Теперь это любимая активность у всех наведленников заказника. А для тех, кто хочет поглядеть, где сливаются реки Березина и Дняпро, есть вариант сплава на моторной лоце протяглостью у 10,5 километров. Не меньше популярностью, по словам представников заказника, используются экологичные стежки. Параллельно еще строится катористическая база. Значит, у нас есть населенный пункт, в ближайшем деревне Нижняя Алба. Там был взят участок, 0,5 гектара. Там у нас построен домик охотника-рыбака. В прошлом году мы построили хозблок для хранения транспорта и инвентаря. Плюс к этому были построены трикемперные площадки с подключением к канализации, к воде и к электроэнергии. На следующий год мы планируем открыть велосипедный маршрут и плюс продолжить строительство катористической базы. Неблагие варианты экологичного туризма пропоновывает заказник «Видрица». Его территория складает 17,5 гектара. На узбережье реки Березина створена турбаза. Для туристов расспросовано 9 экологичных стежек и маршрутов на любой густ розных складанностей. Маршруты новые у нас разрабатываются практически ежегодно. Те, которые пользуются спросом, они работают до самого конца. Как только маршрут становится менее интересным, то есть большинство на нем побывало, то переходим на другой. За последние 4 года у нас поток туристов увеличился в 5 раз. Это за счет того произошло, что мы вводим какие-то новые развлечения, опять же новые маршруты. У Гомельской области флагман экологичного туризма з'является национальный парк Припятски. Окрім этого створены три заказники. Усеяны працуют над захованием природы в першородном ее выгляде и с минимальными умешаниями. Государственными підэкранными учреждениями оказывается ряд экотуристических услуг. Наиболее популярными из них являются сплав на байдарках и каяках. Это прохождение экологических троп. Тропы у нас довольно интересные. Проходя по данной тропе, экологический турист знакомится с красотами родного края, изучает биологическое разнообразие, может своими глазами увидеть краснокнижных видов животных и растений. Ну и все, что по пути, уникальное ландшафт и все, что встретится ему. Беларусы все частей привыбирают подшинку до сперевагу экотуризму. Только за этот год колькасть тех, кто наведал айчинные зеленые маршруты, повеличилось на 125%. Экотуризм – это выдатная махчимость не только отпадшить, но и шанс докрануться до разностранного живельного света и побачить прихожие беларусские краевиды. Владислава Голобокина, Сергей Камкоу, телерадио компания «Гомель». Шлях до женей у 100 годов. Областная структура Беларусского товариства инвалидов по зроку отзначила юбилей организации. Урочистые мероприемства отбились у Гомельским областным центром инклюзивной культуры. Подробностей – в сюжете. Официйная дата и створения Беларусского товариства инвалидов по зроку лечится листопад 1924 года. Минавито тогда у помешканья Минского в училище пройшел первый организационный сход структуры и принятый ее статут. Першопочатковое товариство объединало 30 человек. Сегодня в его складе больше 9 тысяч членов. Мы всегда были, есть и будем социальным партнером государства. Потому что мы делаем одно общее дело для того, чтобы человек с инвалидностью по зрению был полезен и востребован обществом. Это есть высшая степень реабилитации. И у нас есть чем гордиться. У нас единственная страна по советскому пространству, которая сохранила все предприятия инвалидов по зрению. У нас есть успехи в паралимпийском движении, где из семи медалей сейчас в Париже шесть вызывали инвалиды по зрению. Гомельскую областную структуру Белтису с начальвой Александр Баудуев у шерах и товариства керавнику вступил в 2005 году. До этого працывал на светлотехнице майстром, где керавал бригадой инвалидов по зрению. В 2007 году активисты зауважили и пропоновали стать старшиней региональной структуры. Зараз у склада гомельских обиотискаля 900 членов. Не глядячи на час, основные меты застаются ранейшими. Прационная и социальная реабилитация инвалидов по зрению. Чтобы наши инвалиды могли самостоятельно проходить на работу, самостоятельно могли проходить в различные структурные подразделения. И когда пошла эта тактильная плитка, пошли электронные речевые информаторы, это дали очень большой плюс. И человек, который идет, он же сам знает, куда он пришел. Ему речевой информатор сообщает, какое здание, с какой стороны заходить. В основе любой организации стоят активные и инициативные люди и именовито дякуючи им, и она расте и развивается. Таким человеком з'является Наталья Александрович, своим прикладом працы и поддержкой и представник организации из Мазирщины, допомагая адаптоваться инвалидам по зрению до життя в громадстве. В Белтиз я пришла в 2004 году. Это уже как бы осознанно, когда наступило совершеннолетие. Но вообще я в Белтизе, можно сказать, выросла. У меня родители всю жизнь активные, члены нашего товарищества, брат. Ну и я уже последняя в семье тоже осознанно пришла официально уже в 2004 году. Я сама выросла в первую очередь благодаря нашей системе, благодаря областной организации. Я выросла сама, я сама много чему научилась. Благодаря нашим членам организации, благодаря им я учусь, продвигаюсь вперед. Уручение гоноровых грамот и подяг завершилось святочным концертом. Основные святкования шакают членов товариства на приконце листопада у Минску, у Палации Республики. Олеся Заяц, Татьяна Пемененкова, Сергей Калацей. Телерадиокомпания «Гомель». Новые имены у журналистской сферы. У «Гомели» вызначилися с переможцами областного этапа конкурса «Пресс-код». Усего на суд жюри было представлено свыше 50 заявок у двух взрослых категориях и шести номинациях. Узельничали не только профессионалы, а и те, для кого журналистская работа – хобби. Тогда прикладу будущему врачу Катярине Корытко для перемоги в конкурсе спотребилось просто сказать «дякую» своим выкладчикам. Именно ведь аширые эмоции, которые студентка смогла передать, прасобъекты у фотокамеры стали лепшими. Очень ценно, что преподаватели ГомГМУ с первых курсов идут навстречу своим студентам, они берут нас на обходы, делятся знаниями не только теоретически, но и практически. Мой проект – это просто жест благодарности всем преподавателям ГомГМУ. Заниматься в будущем профессионально, наверное, нет, потому что моя профессия прежде всего – врач, но как хобби, наверное, блогинг останется. Пресс-код по лику проведения уже третий. За этот час значно узросла не только колькость подаваемых заявок, а и якость материалов. У нас при каждой региональной редакции существуют клубы молодых журналистов-янкоров. Эту работу мы совместно проводим с системой образования, и ребята, которые, обучаясь и участвуют в конкурсах на протяжении уже ряда лет, поступают на факультеты журналистики в разные города. Самое главное, чтобы они рассказывали о нашей стране, о событиях, которые происходят в регионе, чтобы это был достоверный контент. У молодых журналистов так само была уникальная махчимость – зазернуть у сердца областного телебачения – студии. Тут уже и в образ диктора примерили, и радиовядучими на некальки хвилин стали. Але самое главное – многие яшы раз упылнилися у своих планах на будущее. Православные верники сегодня означают свято – узвижение Крыжа Господня. У православным календаре он угоходить у лик 20-х. Это значит один из 12 наибольшь важных. В этот день христиане вспоминают две подеи. Как говорит церковное падание, Крыж был знайден в 326-м году в Иерусалиме. Отбылось это околе горы Голгофы, где был распятый Збавитель. Другая подея – вертание животворчого Крыжа с Персии, где он находится в Полоне. В 7-м 100-м году его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Обе две подеи объединены в назве свято тое, что сдобытый Крыж перед народом узводили. Это значит узнимали. Это день, когда в 4-м веке крест был найден. Иисус Христос был распят в 1-м веке нашей эры в городе Иерусалиме. Затем в силу разных исторических событий Иерусалим был разрушен, опустошен и город практически исчез с лица земли. В 4-м веке Византия, огромная римская империя стала христианской. И император и его мать Елена решили найти крест, на котором был распят наш Господь Иисус Христос. Была отправлена экспедиция в город Иерусалим и в 4-м веке совершилось торжественное нахождение, реобретение этой великой христианской святыни. Свято-узвижение, присвеченное Крыжу Христову, выражает так само аспект шанования христианами Голговского Крыжа, как символ сбауления человечества. Назва указывает на урочистое узнятие Крыжа вверх, а это значит «узвижение». Сгодно с народными прикметами личится, что в этот день заканчивается бабье лето. На дворье становится по-соправдному восенским. Солнце хоть и светит, но уже не греет. А птушки летят у вырой. На Гомельшине стартовали сельско-господаршие кермаши. Працуют и они как в будни, так и в выходные дни. Реализовывать продукцию что дня будут фермерские, сельско-господаршие предприемства, субъекты гандлю, громадского харчевания и бытового обслуговывания, пчалярства и годовальников. Место реализации выбрали сгодно с потребами жахаров и практики минулых годов. Определены площадки по постоянно действующей. Их сегодня девять. В районе жилых домов будут проходить по улице Головацкого, Сверидова, две площадки по улице Чечерская, также в Новобелецком районе по улице Дубравная, в микрорайоне энергетиков по Урицкому. Также режим работы этих ярмарок определяется с 9 до 19.00. У выходные у Гомеля кермаши разместятся на восьми пляцовках. Практично во усіх районах областного центра покупников чекают с 8.30 до 15.00 годин. Додатково 5.00 и 19.00 Кастрышника пройдут кермаши у микрорайоне Костюковка. Так само разглядается махчимость подрихтовать пляцовку у районе Шведской горки. У Гомеля открылся 30-й открытый областный турнир по греко-рымской боротьбе на призыв Владимира Копытова, заслуженного майстра спорту, призера чемпионатов Европы и света, удельника двух олимпийских гульняв. Греко-рымская боротьба мае яше некольки назву – классичная и французская. Бомбина віта у Франції у першій полові 19-го стагоді боротьба сформировалася у сучасным выгляде. У Беларусі нешто подобное було вядомое со старожитних часів як боротьба на поясах. У советських часы сборная нашої країны лічилася одной з моцнейших у свете. На яе рахунку перовахи над командами Германии, Венгры, Чехословакії, Югославії. Сирот більше як 200 удельників з поборністю у Гомеля-Юнаки в взрослі до 17-ти годів. У своєму роді це огляд перспективних білорусських спортсменів. Уровень кадетів, молодежи і неуров. У нас всегда мир Европи первенства, у нас всегда є медалі, є чемпіони по всім возрастам. Ну, немножко в последнє часі з медалями по чемпіонатам, там, міра взрослых, немножко є такий спад. Будемо надіяться, що зараз вони покажуть себе і будуть у нас медалі на всіх уровнях. У делу з поборністю в пахріко-римській боротьбі у Гомеля приймають команди з Беларусі, Росії, Казахстана і Киргістана. Переможці отримають дипломи і медалі. Телерадиокампанія «Гомель» об'являє кастинг ведучих теленовин. До делу запрашаються особи во взросі от 30-ти годів з добрым володанням русской і білорусской мовами і чистым мовленням. Фотоздимки і резюме чекаємо на адрес електронної пошты секретар-собака-тєвяргомель.бай. Так само записатися на кастинг можна по телефоні у Гомелі 34-26-78. Гэта і інші новини ви можете знайсти у нашім телеграм-каналі. А так само на сайті у інтернеті по адресі цивяргомель.бай. Далі ефір і новини сетки. Разбор актуальної міжнародній повістки на пальцах. Ми намалюєм новинну картину дня. Нейросетки її розмалюють. Сьогодні у випуску у НАТО не виключають махчиму вайну з Росією. Росія унесла зміны у свою ядерну дактрину. У Вашингтоні розшаровані планом Зеленського. Бізнесмен Ілон Маск допустив, що діяні України підпадають під визначення замежного вмішання у выборы президента США. Росію не запросить на мероприємства з нагоди 80-й годовіны вызвоління Червоної армії нацистського канцлагера Аушвіц-Біркенов. Після глядіці у ефір і де-факто і спортивний огляд. А я з вами розвітвуюся. До зустрічі. НАТО НАТО строит планы относительно конфликта с Россией, а та отвечает модернизацией ядерной доктрины. У Зеленського проще. Он устраивает комик-шоу на сцене Генассамблеи ООН. Это новости сети Михаил Садовский. За 10 минут мы расскажем вам, что происходит в реальном мире. В НАТО не исключают возможную войну с Россией. В Альянсі уже не скрывают, что готовятся к противостоянию и даже начинают разрабатывать план действий на случай начала вооруженных столкновений. Глава командования по логистике НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью изданию Daily Mail сообщил, что потенциальная война с Россией может развернуться на обширном поле боя и привести к серьезным потерям. Поэтому в Альянсі уже сейчас задумываются об эвакуации раненых. История циклична. Без малого 80 лет прошло с момента окончания самого смертоносного вооруженного конфликта в истории человечества, и Запад снова приводит в действие механизм взвода своей любимой игрушки под названием «Война». Продолжим аналогию. В этой игре победителей не будет. Самое время всем заокеанским жирным котам крепко поразмыслить над одной из фраз Эйнштейна. Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая палками и камнями. Остудите головы, прекратите лезть в дела других стран, перестаньте накачивать старушку Европу оружием. Вот рецепт даже не здорового и светлого, а просто будущего для всего мира. Лучом надежды выглядят заявления отдельных военных чиновников. Руководство НАТО за последние два с половиной года не зафиксировало попыток реальной эскалации со стороны России. Об этом в интервью Defense News заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. А мы вам о чем твердим? Литва, Латвия, Эстония, Зеленский трубят о том, что Путин после победы в конфликте на Украине нападет на Европу. Нападет на Европу, чтобы что? Министр иностранных дел, внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярта заявил, что Будапешт не видит смысла в заявлениях Запада о планах России атаковать НАТО. Он напомнил, что согласно документу, страна, атаковавшая НАТО, должна будет столкнуться со всем Североатлантическим альянсом. Ни России, ни Белоруссии не нужна абсолютно никакая война. Нужна она только американскому ВПК, который жаждет откусить как можно больше от бюджета потенциальной войны, которой исчисляться будет триллионами долларов. Для окончательного понимания картины предлагаю взглянуть на объемы военных расходов за минувший год двух потенциально противоборствующих сторон. Россия – 109 миллиардов долларов, США – 916. И это только Штаты, а не весь Североатлантический альянс. Надеюсь, одним вопросом о том, кто толкает планету в бездну, стало меньше. Россия внесла изменения в свою ядерную доктрину. Суть предложенных изменений президент России Владимир Путин изложил 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Ядерную триаду он назвал важнейшей гарантией обеспечения безопасности России, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Россия – это одна из немногих стран, которая может зажечь красный свет перед агрессивной манерой вождения дяди Сэма. Правила движения на планете таковы, что только обладая ядерным оружием, только четко понимая, когда это оружие допустимо применять, можно не остаться на обочине истории. И хочу заметить, что не мы эти правила придумали. Несколько пунктов обновленной ядерной доктрины обращают на себя пристальное внимание. Массированный старт в сторону Российской Федерации стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов и пересечения ими российской границы станет основанием для применения ядерного оружия. Есть подозрение, что при нынешнем раскладе господин Зеленский будет очень много думать, прежде чем отдавать приказ к отлету Роя-беспилотников в сторону какого-либо российского региона. Кнопка, которая, образно говоря, находится в Кремле, будет поболее и покраснее той, на которую может нажать лидер банковой. Думайте, Владимир Александрович, думайте. Подумать о том, а стоит ли искоса и хищно поглядывать в сторону Беларуси, также рекомендуем. В случае агрессии против нашей страны Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Кремля. На пальцах превратить Беларусь в полигон для отработки натовских методов введения войны, как это было сделано с Украиной, теперь не получится. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского лидера Владимира Зеленского по победе над Россией не имеет комплексной стратегии и представляет собой не более чем переформулированную просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты большой дальности, заявили американские официальные лица газеты The Wall Street Journal. Только на презентации мирного плана дело не закончилось. Эскапада — это экстравагантная выходка или стремление личности уйти от действительности в мир иллюзий и фантазий. Это если со словарем. Если нужно проще, то все то, что делает на международной арене Зеленский, прекрасно попадает под обсуждаемый термин. С трибуны Совбеза ООН он выступил против проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Помимо этого, Зеленский раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным. Стоп! Лидер Банковой во всеуслышание заявил о том, что мирного исхода конфликта быть не может и либо победит одна воюющая сторона, либо вторая, что будет означать перерастание войны в глобальный режим. Если объективно, то для Зеленского у меня очень плохие новости. Да и о каком игнорировании России со стороны адекватной части мирового сообщества может идти речь? Министр иностранных дел КНР Ван И не захотел слушать выступления Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Любопытно, что Ван И предпочел выступление Зеленского в встречу с главой российской делегации Сергеем Лавровым, в ходе которой они обсудили более важные международные вопросы. Если украинский лидер и дальше продолжит вести себя так, как ведет, ему и его соратникам впору будет вспомнить забытый со времен COVID-19 термин – самоизоляция. Бизнесмен Илон Маск допустил, что действия Украины подпадают под определение иностранного вмешательства выборы президента США. Таким образом, Маск ответил на твит спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который призвал Зеленского отправить в отставку посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию его поездки на оборонное предприятие. Несколько месяцев лучшие умы планеты бьются над вопросом, а на чьей стороне играет Зеленский, когда якшается с демократами. Лично мне кажется, что Трамп от таких встреч просто в восторге. В американском обществе назревает понимание того, что Камала Харрис – это тот человек, руками которого могут разжечь глобальный конфликт. Зачем это простому американцу, живущему на окраине Бруклина, непонятно. Новый опрос CNN показал, что среди потенциальных избирателей по всей стране 48 поддерживают Харрис, 47 Трампа, что свидетельствует об отсутствии явного лидера в гонке. Около 2% заявили, что планируют голосовать за либерала Чейза Оливера и 1% за кандидата от партии «Зеленых» Джилл Стайн. Внезапно для многих оказалось, что в Штатах помимо демократов и республиканцев есть и другие кандидаты. Например, на выборах 2020 года в США в бюллетенях был рэпер Кайни Уэст. Такая вот американская демократия. Ну а что Зеленский? Ему бы вместо того, чтобы лезть в предвыборные дела США, в своей стране выборы провести. Право было бы лучше абсолютно для всех. Решение Польши не приглашать Россию на мероприятие по случаю 80-й годовщины освобождения Красной Армии нацистского концлагеря Аушвиц-Биркинов, но при этом пригласить тех, кто создал этот лагерь, является извращением. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как в 21 веке можно издеваться над историей, написанной кровью советских солдат, мне непонятно. Чем нужно думать, кем нужно быть, чтобы отрицать ключевую роль Красной Армии в победе над коричневой чумой и освобождении Европы от нацизма? Вучич озвучил трезвую мысль. Нет ничего лучше, встречи вместе, где каждый сантиметр, каждый кирпич напоминает о том, куда может завести человеческая жестокость. К еще одному заявлению сербского лидера. Александр Вучич заявил, что сейчас мир находится на грани ядерной катастрофы из-за конфликтов, которые происходят на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом информирует сербская газета «Новости». Непростительно, что сегодня, в 21 веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей. Это кажется совершенно невероятным. Что называется, подпишусь под каждым словом президента Сербии. Еще раз напомню, что даже нейросети замер. На светлой стороне силы они помогают рисовать новостную картину дня. Это были новости сети. Михаил Садовский. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Гомеле задержан оптовый закладчик. Фигурант около двух месяцев работал курьером на интернет-магазин по продаже наркотиков. В своей квартире он фасовал товар на мелкие партии, которые затем распространял через закладки по области. При нем по месту жительства и в тайниках на территории областного центра обнаружено изъято 470 граммов особо опасного психотропного вещества. Возбуждено уголовное дело. Предусматривается до 20 лет лишения свободы. В садоводческом товариществе «Спутник Реческого» района горел дачный дом. В результате пожара строение полностью уничтожено. До прибытия подразделения МЧС при самостоятельном тушении возгорания пострадал хозяин жилья. С ожогами части головы 1-2 степени мужчина госпитализирован. Между тем, в Гомеле по улице Подгорной произошло возгорание на складе в здании ресторана. В результате пожара уничтожены 4 тонны солода, повреждена обшивка стены потолка в помещении. К счастью, без пострадавших вероятная причина произошедшего – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Тем временем также в областном центре по улице Борисенко загорело здание для хранения и обслуживания автотранспорта. В результате пожара уничтожено имущество в двухэтажном встроенном помещении этого здания. Пострадавших нет к возгоранию привело нарушение права эксплуатации электросетей и электрооборудования. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Хоккеисты Гомеля потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате Беларуси. На этот раз подопечные Владимира Копотя уступили на своем льду Оршанскому локомотиву. Гомельчанам удалось отыграться со счета 0-2 в третьем периоде. Но в серии булитов сильнее оказались гости. В итоге победа локомотива 3-2. В составе гостей отличились Буровцев и Игнатов. За гомельчан забивали Супхи и Феофанов. В таблице экстралиги Гомель находится на 11-й строчке. Лидирует «Динамо» молодечно. Юность вторая, а локомотив на третьей позиции. Беларус Владислав Сакович стал победителем проходящего в Испанском Леоне первенства мира по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. Наш атлет одержал победу в весовой категории до 109 килограммов, также выиграв малые золотые медали в обоих упражнениях. Выступление в рывке Сакович начал с удачного подхода на 165 килограммов, а затем со второй попытки взял 170. Ни один из девяти соперников не превзошел этот результат. В толчке Беларусь последовательно справился со штангой весом 195, 201 и 204 килограмма, вновь опередив всех конкурентов. Чемпионская сумка Саковича составила 374 килограмма. Ближайший преследователь Эмин Бурун из Турции отставал на 8 килограммов. Тройку призеров замкнул грузин Гурами Викуа – 362 килограмма. В Минске завершен второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по фехтованию. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие белорусские спортсмены, а также атлеты из России. Были разыграны два комплекта наград в фехтовании на рапирах. Среди мужчин победу одержал минчанин Владислав Курилович. Второе место занял Роман Беляев из Брестской области. Бронзовые медали достались Егору Рябцеву из Минска и Владиславу Кравцову из Брестской области. Золото у женщин завоевала рапиристка из столицы Варвара Шафоростова, одолевшая в финале представительницу Брещины Дарью Власову. На третью ступень пьедестала поднялись Екатерина Цебра из Гомельской области и Эмилия Хомбак из Гродненской области. Таиландская теннисистка Мананчая Савгакаев стала соперницей белорусской Арины Соболенко во втором раунде турнира категории WTA 1000 в Пекине. В поединке 1-64 финала Таиланка обыграла казахстанскую теннисистку Зарину Диас 6-2-6-3. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко на этих соревнованиях посеяна под первым номером и стартует с 1-32 финала. Турнир в китайской столице завершается 6 октября. Год назад их победительницей стала лидер мирового рейтинга Полька Иго Швентак, которая на этот раз решила не выступать в Пекине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова